Микс Ньюс Это программа Cinema в студии Олег Пека и кинокритик Артур Завгородний Привет И нам помогает Родион Золотарев, обеспечивает нам связь и в том числе телефонную, поскольку мы наверняка с вами еще пообщаемся по телефону, разыграем два билета на мультик Гринч Очень смешной, веселый, рождественский, это уже, мне кажется, по-моему, третья экранизация была с Джимом Керри, была в 1966 году анимационная версия Ну и вот сейчас появившаяся версия сказки доктора Зюса Ну и сегодня, наверное, уже мы будем подводить итоги года, потому что, в самом деле, до конца года остаются считанные дни Уже, ну вот сейчас объявили номинации на Золотой Глобус и ждут, уже появляются там лонг-листы некоторых номинаций на премию Оскар, в частности, по-моему, за лучшие визуальные эффекты Ну список там просто большой, конечно, порядка двадцати картин, но говорят, что скоро, ну вот, из этих картин как раз и останется, по-моему, пять или три с номинациями Вот, ну и поговорим о тех картинах, которые удалось посмотреть на этой неделе Я, честно говоря, вот очень мало посмотрел фильмов, точнее сказать, всего один Стыдно, Олег Да, стыдно, вот теряю форму просто, ну просто много работы Но зато посмотрел очень хорошее кино, но, правда, не этого, а прошлого года, но я понимаю, что это лента французская, она так, может быть, в восемнадцатом году попала в российский прокат Как прогулять школу с пользой, очень добрый, интересный фильм, который снят глазами мальчика-сироты Действие происходит в конце двадцатых годов прошлого века Это Франция в перерыве между двумя мировыми войнами И сирота, у которого отец погиб на войне, мать при родах Он попадает, мальчик, в приемную семью, прислуга графа И вот фильм очень красиво снят, потому что очень красивые съемки природы Мальчик после сиротского приюта, который он воспринимает как тюрьму, он попадает в какой-то мир свободы То есть он убегает в лес, где ему удается подружиться с местным браконьером, которого зовут Татош И в этой роли снялся Франсуа Клюзо, и это один из таких ветеранов Сейчас, ну, один из таких уже, можно сказать, звезд французского кино в возрасте Он прекрасно сыграл такого уже пожилого мужчину, который находит в этом мальчике Ну, так, нелюдимый, мрачный, но, тем не менее, вот ему удается подружиться с мальчиком И он обучает его жизнь в какой-то момент взросления, момент, достаточно, я бы сказал, такой фильм без сюсюка Не показывает достаточно жестоко сцены охоты, убийства животных друг друга То есть, ну, такая картина, которая как будто бы и учит жизни И мы видим именно глазами мальчика отношения людей Вот почему люди лгут друг другу, врут, обманывают Очень красиво снятые пейзажи И я, ну, получил большое удовольствие, потому что это такая вот классическая драма С характерами, с персонажами, с тайнами, тайна происхождения мальчика Тайна графа, которого тоже играет великолепный французский актер Вылетел его сейчас в название, имя из головы, но он постоянно тоже снимается сейчас в кино В общем, если вдруг попадется вам эта картина, смело смотрите Это такое хорошее, добротное, немножечко старомодное кино Вот Ну, может быть, давайте тогда перейдем потихонечку к лучшим фильмам года Давайте Потому что из-за того, что можно туда включить, сейчас идет в прокате Например, «Дикая жизнь» Это режиссерский дебют Пола Дана Если кто не знает, Пол Дана – это актер в фильме «Нефть», например, он снимался Причем сразу две роли исполнил Да, да Ну, так известный молодой актер И вот его режиссерский дебют вместе с Джейком Джилленхолом В «Войне и мире» британский сериал Да, да, да Вот, значит, там играют Джейк Джилленхол и Кэрри Маллиган Семейную пару И каково же было мое удивление, когда я узнал, что Джейка Джилленхола там почти не будет Он появляется только в начале, в завязке фильма и под конец И главную роль там, по сути, играет Кэрри Маллиган Мать мальчика, подростка И центральная фигура именно этот подросток Потому что это, прежде всего, фильм о взрослении Семья распадается То есть, кроме того, что это фильм о взрослении Это еще и фильм о крахе вот этой патриархальной традиционной семьи Потому что действие сюжета разворачивается в 60-х В Америке, в провинциальной Значит, Джейк Джилленхол теряет работу И отправляется, через какое-то время Отправляется работать разнорабочим В том месте, где происходят пожары Значит, горит лес И туда отправляют разных людей Кроме пожарных, просто людей, которые могут помогать пожарным Работа опасная Кэрри Маллиган противится этому Но Джилленхол принимает решение и отправляется туда Долгое время его нет И все это обыгрывается очень красиво Как метафора войны То есть, человек отправляется на фронт Мать в тылу вместе с сыном-подростком Выжидает его Не знает, что делать Ну и таким образом распадается семья Мальчик вынужден за этим всем делом наблюдать Поразительная картина Вот одна из лучших этого года Поэтому, кто не видел, бегите, смотрите Пока есть на экранах «Дикая жизнь» И что интересно Фильм был показан в Каннах Он боролся за как раз приз за режиссерский дебют И проиграл фильму, который тоже сейчас идет в прокате Называется «Девочка» О трансгендере, который, значит, не мальчик, а девочек То есть, это девочка в теле мальчика Которая занимается балетом И вот, то есть, девочке, мальчику мешает писе Вот, ну, вот И этот фильм побеждает Ну, вот я просто не понимаю людей, которые Ну, просто, если вы посмотрите один и второй фильм Ну, «Дикая жизнь» по всем фронтам выигрывает Просто по всем Это настолько зрелое кино, несмотря что это дебют Композиционно Игра актеров И Джейка Джиммихолла, и Кэрри Маллиган Просто великолепный фильм Метафора Ну, вот интересно И очень трагичное кино Да, ну, он, в принципе, теперь пытается Собирается продолжать режиссерский сценарий Я думаю, если он будет продолжать ставить фильмы То далеко пойдет А вообще, ну, я думаю, он актерскую карьеру-то не бросает Человек молодой Поэтому, ну, он хорош везде И в актерском, и в режиссуре, как оказалось Тоже может Так что, господи, я же был этот, по-моему, человек Этот перочейный нож Ой, дурацкий фильм Я даже обсуждать не хочу, если честно Ну, это, ну, правда Где он не был, все-таки он сыграл Он сыграл, да Но это такая хипстерская ерунда Ну, можем отдельно поговорить об этом фильме как-нибудь Но это не тот фильм, на который я вот С актерской точки зрения у него масса других фильмов В том числе «Нефть» Потом фильм был с Хью Джекманом С Хью Джекманом, да Вот я все время пытаюсь вспомнить его название И там, кстати, Джейк Жиленхол тоже играет Да, там все они В перерыве я вспомню обязательно Вот, так что «Дикая жизнь» Это вот просто обязаловка до конца года Пока есть в прокате Обязательно бегите и смотрите Вот И еще фильм, претендующий, безусловно, на Уж точно и в десятку, и даже в пятерку лучших фильмов Это «Холодная война» Я как раз на него смотрю Павликовского, да Ну, во-первых, это очень красиво Это потрясающий фильм, поставленный режиссерски Просто гениально Это история, как понятно из названия о «Холодной войне» Но на самом деле это история любви во время «Холодной войны» Действие происходит конец 40-х, 50-е В Польше Кстати, это только второй фильм Павликовского, снятый в Польше До этого он снимал вроде на Западе, все там в Англии Он больше учился в Германии, во Франции провел В Европе Вот, и кроме «Иды», вот это его вторая польская картина Действие происходит в Польше, потом перебрасывается во Францию И мужчина, композитор остается Это музыкальная картина То есть главный герой, музыкант, композитор Он начинает как, не композитор, а как... Ну, скажем так, организатор ансамбля То есть руководитель, руководитель Да, да, да И он вообще дирижер Вот, я вспомнил, там есть сцена большая перед хором Он дирижирует Потом он отправляется за Бугор, на Запад отправляется и там Он работает пианистом И при этом его любовь остается на Востоке, остается в Польше Девушка поет И вот эти два разделенных человека, разделенные волей судьбы, волей страстей И, да, это очень выразительная картина, черно-белая Сделана в формате 4х3, как и Ида Потрясающая здесь операторская работа Картина, как я уже сказал, музыкальная Так что, да, если не видели, обязательно обратите внимание Холодная война Павел Павликовский Ну, из тех картин, которые сейчас идут в нашем прокате И они тоже явно попадут в номинации на Оскар и уже попали в Золотой глобус Это Звезда родилась Да, да Звезда родилась, тоже прекрасная картина Брэдли Купера Кстати, тоже дебют Тоже дебют Режиссерский Опять-таки, по-моему, изначально собирались ее снимать с Бейонса и Клинт Иствуд как режиссер Ну, мне страшно предположить, что неужели он собирался себя в главной роли снять Кто, Клинт Иствуд? Вот я тоже не могу понять Но он староват Он действительно староват Может быть, из-за этого этот проект был отложен Именно когда он снимал его, я имею в виду Брэдли Купера, господи, в фильме про... Американский солдат Да, ну, вот американский солдат Он так и назывался разве? Ну, я не помню Американский снайпер Снайпер, да И говорят, что именно тогда, во время общения Брэдли Купер загорелся снять эту картину И, ну, я понимаю, что Клинт Иствуд как бы благословил его на этот проект Очень странно, Клинт Иствуд же снимал поезд на Париж Назывался 15-17 Не помните? Нет, не помню О трех американских солдат, которые во время Евротура спасают поезд от теракта Это им Клинт Иствуд снимал? Да, это Клинт Иствуд снимал В этом году вышел, считается один из худших фильмов Он, кстати, мы еще, мне кажется, когда-то думали, выйдет у нас в прокате или нет В итоге не вышел И да, это крайне неудачная картина Клинт Иствуд Ну, у него уже все-таки возраст Вот, но это неважно Потому что вот он же в январе выйдет его новый фильм Где он и режиссер, и исполнитель главной роли называется «Наркокурьер» Где он... Да, я вспомнил Очень интересная роль, судя по отзывам по первым каким-то кадрам, где он играет Ну да, я очень жду этого человека Да, он как раз главную роль играет человек, который перевозит наркотики Ну, именно просто, ну, оказавшись там в затруднительных материальных положениях В общем, он соглашается как бы взять И затем оказывается, что все, ну вот, в коготок увяз птичке пропасть Ну, я к тому, что странно, что человек взялся еще за один фильм Если вы говорите, что он когда-то планировал Наверное, он не только из-за того, что не захотел снимать Или как-то Брэдли Купер взял... Может быть, просто студия уже решила, что все-таки надо более свежую кровь привлечь Ну, просто получилось так, что, судя по всему, мне кажется, что раз они работали вместе Вот, может быть, увлек клинтыст Брэдли Купера именно этим проектом, раз он должен... Ну, в любом случае, это удачная картина «Звезда родилась» Очень приятная музыкальная Она не во всем удачная, может быть, но для режиссерского дебюта Это очень сильная картина Так, ну, что еще? Кстати, еще идет у нас и «Багемская рапсодия», которая тоже попала в списки «Золотого глобуса» Идет из тех фильмов, которые... Ну, я думаю, что наверняка, может быть, «Фантастические твари» и «Места их обитания» вот это «Преступление Гринвальда» попадут в какие-то технические номинации оскаровские, может быть Ну, и дом, который построил Джек, опять-таки, в нашем прокате он сейчас идет Очень крутой фильм Ларс фон Триер Вышел, и я думаю, что он может попасть в список лучших фильмов на иностранном языке Серьезно? Если он попасть... Ну, я не знаю Я сомневаюсь Потому что это же американцы Ну, да, я вот тогда не понимаю, каким образом она попасть... Ну, вроде бы, она где-то фигурировала в списках вот именно иностранных фильмов Как ни странно Если я не ошибаюсь... Ну, если на «Оскар» она не номинируется, а она не номинируется, то, скорее всего, она и в «Золотом глобусе» тоже не появится Так, больше вот я из тех, что идут сейчас в прокате Ну, таких картин я не вижу Ну, вот наши латвийские, опять-таки, год был очень насыщенным латвийским кино И к столетию Латвии были выделены большие деньги на кино вот именно в этом году И «Хома новус» идет сейчас в прокате, «Отец ночь» Так, еще можно... Ну, практически вот все такие основные картины можно посмотреть Ну, фильм «Билла» назван главным фильмом года Да, ну вот это то, что сейчас касается вот тех фильмов, которые идут в прокате Что же касается картин, которые фигурируют во всевозможных списках лучших фильмов То, если брать вот «Американский киноинститут» Он тоже, ну, свои номинации, свои лучшие картины назвал По его мнению, значит, здесь появился в списке десяти фильмов «Мэри Поппинс возвращается» Он появится под конец года Да, он появится в самом уже конце года Но, кстати, и в Америке он тоже, по-моему, еще не выходил «Фаворитка» Эта картина тоже, ну, в числе таких вот ожидаемых «Плантимос», да, и в следующем году, мне кажется, будет Только вот мы увидим его в следующем году Ну и там же вот есть очень такие странные выборы Как «Черная пантера», например Вот американский «Дневник пастыря» Да, «Дневник пастыря» Отличный фильм, отличный Это фильм Пола Шредера Сценарист-таксиста Потрясающий фильм В главной роли, да, Итан Хоук Играет священника И, ну, правильнее было бы назвать Это первая реформаторская церковь Потому что именно в ней служит Этот пастырь Эрнст Толлер Мне кажется, его так зовут И, кстати, имя не случайно Эрнст Толлер, кто знает, это известный немецкий драматург Коммунист И в сюжете это играет роль Потому что он встречается Вот этот Эрнст Толлер, священник Встречается с экологическим активистом Который отказывается У него беременная жена И он отказывается верить в то, что Вот сейчас этот ребенок родится Его не стоит рожать Потому что мир катится в бездну И, короче, шеф Все пропало И жена приглашает Эрнста Толлера в дом Чтобы тот провел беседу С отчаянным, отчаявшимся мужем И Эрнст Толлер Наоборот, получается Принимает Мировоззрение этого Экологического активиста Этого гринписовца И Это фильм, прежде всего Об отчаянии Об Кризисе веры Потому что священник в итоге понимает Что бессмысленно Трепать языком Необходимо действовать То есть, это такой довольно Антиимпериалистический фильм Антикапиталистический Вот отсюда и имя Эрнст Толлер То есть, да Это очень значимая картина Которую даже скорее Не столько интересно смотреть Сколько слушать Так что, да Но у нас в прокате Я не вижу, чтобы он Нет, у нас в прокате Не было, не будет Уже давно Во всех кинотеатрах Этот фильм прошел Мне кажется, он летом выходил Но это очень важная картина Потрясающе сделанная Потрясающе сыгранная Мне кажется, она Вот на московском фестивале Кажется, была вот летом А так У нас, к сожалению Этот фильм не показывали Но обязательно посмотрите Дневник пастыря Дневник пастыря Потому что Эрнст Толлер Исповедуется Своему дневнику Он пишет То есть, это для него Форма диалога С бумагой И при этом У него еще Личная трагедия есть Короче, это очень многослойное Очень Важное Важное кино О Крахе вот этой веры В мир В котором мы живем Ну и вот В числе Фильмов Американского киноинститута Так что Называется Еще и Фильм Тихое место Его Да, ужас Отметили Да, хотя Ну, в принципе Вот, казалось бы Тоже дебют Режиссерский Мужа Эмили Блант Да, Каминский Оператора Мужа Эмили Блант Исполнителя главной роли И режиссера Картины Ну вот Это те картины Ну, зеленую книгу Мы увидим Только в январе Посмотрев В планах То есть, в принципе У нас эта картина выйдет Но Она уже, наверное Выйдет к тому моменту Когда 22-го же января Объявят номинации На Оскар И очевидно Рассчитывают, что Ну, это один из главных Претендентов Все в один голос Говорят, что это Ну, фильм должен получить Максимальное количество Там номинаций Расизм, короче, чисто Американская история Ну, вот эту картину Мы увидим Сможем оценить Уже только в январе Вот это тот список Который Ну Отметил Американский киноинститут Да Наверное, нам сейчас Нужно сделать Небольшую паузу После чего Мы вернемся В студию Продолжается программа Синема Я думаю, что Перед тем, как мы продолжим Ну, рассказывать О фильмах и сериалах Может быть, тоже Лучших года Я разыграю Два билета на фильм Гринч На мультик Потому что У нас есть возможность Вот кого-то наградить Двумя билетами Телефоны в нашей студии 67212-93-9 67213-93-9 Гринч Это История Очень популярная В Америке Сказка Про такого Зеленого монстра Который пытается Испортить Рождество Украсть все Рождественские подарки И В этом году Это анимационная Лента Вышла на экраны И Гринч Озвучил Очень и очень Популярный Британский актер Здравствуйте Добрый вечер Алло Алло Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Как вас зовут? Меня зовут Юлия Вот Юлия Смотрите Этот актер Британский актер Озвучил Гринч И он очень волновался Что у него Британский акцент Потому что Ну как Это история Американская И нужно говорить С американским акцентом Ну вот Какой же актер Комплексовал По этому поводу Джут Лоу Хью Грант Бенедикт Камбербэтч Вот три варианта Выбирайте Кто из них Первый Джут Лоу Джут Лоу Что вы посмотрели В этом году Хорошего Интересного Богемскую Рапсодию Нам понравилось Да И С Брэдли Купером Звезда родилась Да Звезда родилась Но Богемская Рапсодия Нам понравилась Больше Понятно Богемская Понравилась Больше Юлия Ну к сожалению Неверный вариант Не Джут Лоу Телефоны В нашей студии 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Два билета В мультикино Прекрасный мультиплекс Вкусный попкорн Удобные кресла Сможете посмотреть Там Историю Про Мультик Про Гринча И Сходить в кино Совершенно бесплатно Здравствуйте Добрый день Добрый Вас зовут Максим Максим Что вы посмотрели Хорошего или плохого Ну Я Фантом Трэк В этом году Вроде как Мне пора Сходи Прошлогодний Какой Фантом Трэд Я не знаю По-русски Фантомная нить Да Я понял Господи Про Портнова Да Дэниел Дэльюс Ну Максим Смотрите Вот Хью Грант Или Бенедикт Камбербэтч Какой британский актер Озвучил Гринча И очень волновался Что он говорит С британским акцентом Ну я думаю Может Бенедикт Бенедикт Камбербэтч Действительно Это Бенедикт Камбербэтч Это абсолютно правильно Вы получаете Два билета На фильм Гринч Мультик Максим Я вас попрошу Перезвонить Нашему Офис-менеджеру 6700 1027 Вы Скажите обязательно Что вы Выиграли В программе Синема Два билета И она должна записать Ваш номер телефона И дальше Вы Ну приезжаете В мультикино И дальше Уже вы Получаете там билет Хорошо А можете в номере Повторить Шесть семь Да Ноль ноль Десять Да Шесть семь Ноль ноль Десять Два семь Хорошо Спасибо большое Максим Всего доброго До свидания До свидания Ну вот Покончили с раздачей подарков Вот действительно Мы можем Мы как-то не обращаем Внимания на сериалы Хотя в принципе Сериалы Сейчас Становятся Все более и более Дорогостоящими Там если взять Игру престолов Там просто Какие-то ведь Даже превосходящий Иной блокбастер Там по-моему Бюджетные средства Задействованы Не знаю Я сериалы не смотрю Вот единственный сериал Который мне удалось Посмотреть На прошлых выходных Это Российский Домашний арест Все серии сразу Да Ну там Всего 12 серий Но правда Они Продолжительностью Каждая Около часа Не около часа А больше часа Час 10 Так где-то Вот Но посмотрел я Потому что Со всех сторон Мне говорят Отличный сериал Отличный сериал Посмотри Посмотри Ну раз уж там Один сезон То 12 серий Можно и посмотреть Вот Хороший сериал Да Очень жизненный Не все серии Правда Крепки Сценарно Имеется ввиду Потому что Ну вот Есть одна Сюжетная линия Как Мэр Коррупционер Его Подставляют Его Причем Подставляет Его приближенный Его сажают Под домашний арест По его месту Жительства Запрописан Он В коммуналке То есть Он для того Чтобы Ну быть Как бы Ближе к народу Ну в принципе Вот он сохранил За собой прописку В коммунальной квартире Да на всякий случай Он живет Он не живет Он живет В дворце Роскошном А прописан Он действительно Для того Для вида Короче говоря Чтобы люди думали Что он Близок к народу Что он живет В простой коммуналке Ну и вот так Его отправляют В коммуналку Там он Встречает Своего давнего знакомого Который его В бачок Опускал головой Когда-то в детстве Да-да-да И Вот такая Юморная история И потом Этот мэр Чтобы Сохранить Свои деньги Решает Вот этого Своего давнего знакомого Который Его Всячески Всячески Унижал Он Решает Сделать его Мэром города Город провинциальный Я не помню Как он называется И Вот это Одна такая Крепкая сюжетная линия Которая достойна Одного отдельного фильма И Параллельно Разыгрываются Разные там Юморески На протяжении Вот этих Двенадцати серий Ну как будто бы Сериал антикоррупционный С другой стороны Там Показаны Очень такие честные ФСБшники Которые Вот там следят Честные Они показаны Дураками Местами Ну вот Да Там есть Какие Ну там Он такой Многослойный То есть Они пытаются Как бы Угодить С одной стороны Там даже Белолентночное Движение Упоминается Которое Ну На официальных Каналах Всякие Оппозиционеры Зеленые Там вот Есть Защитница Руин Храма Которые Очень важны Но на его месте Хотят построить Торговый центр Короче говоря Да Очень жизненно Очень актуальные Темы Поднимаются При этом Персонажи Зачастую Карикатурные Но Да Ну вот Очень Сделано Ярко Смешно Но при этом Не все Вот эти Сторонние Сюжеты Работают Не все Они Хорошо Продуманы Но в целом Так очень Очень приятные Впечатления От всего сериала То есть Учитывая Что Мне трудно Как-то судить Сериалы Потому что Я их не смотрю Но Если вот Я посмотрел Один сериал И на мой взгляд Он Ну неплох Очень неплох Кстати Есть Очень похожий На этот сериал Год культуры Сюжет тоже Безумно Вот Но похожий Там Чиновник Из Министерства Культуры Очень высокого ранга Выиграет Федор Бондарчук Случайно попадает Под горячую руку Вот во время Прямой линии Путина На него пожаловалась Ну потом Женщина из народа Говорит Никак не могу Попасть на прием Вот должна решить вопрос И типа Ну очень хорошо Там смонтированный Момент Ну когда вот Путин говорит Что давайте поменяем Ну вот отправим Этого чиновника Поработать Вот Ректором института Хватит ему там Вот бумажки Перебрать Пусть занимается Реальным делом И он попадает Вот В обычный Провинциальный Вуз И должен Ну каким-то образом Там Поднять рейтинг Этого Заведения Ну тоже классическая Такая история Да-да-да Абсолютно То есть ну чем-то Вот очень напоминающее Ну вот С домашним арестом Перекликается Но только здесь Вот Федор Бондарчук Я хочу обратить внимание Еще на один сериал Российский Бориса Хлебникова Это обычная женщина Тоже очень необычный Извините за Такую Тавтологию Каламбур Сериал Тем что Показано Как будто бы Такая типичная Московская семья Благополучная За фасадом Который скрывается Убийства Измены Криминал Сутенерство Очень много Всего намешано Но здесь Шикарно Совершенно конечно Играет Анна Михалкова Которая Ну Вот Она играет Очень Такую Безумно Менно сложную роль Потому что она должна Сыграть очень вроде бы Добрую Милую Приятную женщину Которая на самом деле И является хозяйкой бордели И сделать так Чтобы мы ее любили При этом И пытается она еще Покрыть убийство И попутно Его расследовать То есть это Ну действительно такая Роль На грани То есть вот она Все время балансирует На грани Евгений Гришковец Там играет Ну Александра Бортич Очень такая Стандартная Но картина Картина С неожиданными Такими поворотами сюжета Это и детектив И триллер И драма То есть вот Предпоследняя серия Это просто такая Социальная драма Выбивающийся Абсолютно Такой флэшбэк Ради которого Я понимаю И снят был сериал Но вот Борис Хлебников Как раз таки Создатель И аритмии И то есть Это его Сердце мира Да Это такая большая Его такая интересная работа И сериалов Просто еще американских Я обратил внимание Я его видел Заинтересовался Очень методом Камински Это Такая большая роль Майкла Дугласа Который играет Актера Вышедшего в тираж Который вынужден Преподавать актерское мастерство Очень смешно Да Смотрели Нет Я не смотрел На просто Майкла Дугласа Вышедший в тираж Он совершенно Такой Опустившийся Такой Весь Помятый жизнью И Алан Аркин Это его приятель Который Становится Вдовцом И вот Получается Что это Два друга А он Его был Агентом Который Организовывал Ему Съемки И вот Они как будто бы Два человека Которые никому Не нужны Кроме как Друг другу История Вот Она Очень печальная С одной стороны Но вот Они умедряются Найти какие-то Светлые стороны То есть Они все время Шутят И подкалывают Друг друга Иронизируют Над своими проблемами Своим одиночеством Своей ненужностью И это такой Получился Очень жизненный Сериал Он только начался Вот по-моему Ну вот Это успел Только первые серии Посмотреть И ну Сложно говорить Чем он закончится И как Какое будет Общее настроение Но это Вот действительно Такая очень хорошая Достойная Интересная работа Но для тех Кто интересуется Сериалами Метод Каминский Он такой Драмеди То есть С одной стороны Комедия А с другой стороны Ну вот Со смыслом С таким жизненным Смыслом Так что И Среди сериалов Вот в принципе Есть очень Такие интересные Работы Мы вот Говорили Уже называли Что 22 января Объявят номинации На Оскар И кстати Вот на Оскаре Сейчас Такая непростая Ситуация Потому что Кевин Харт Отказался вести Оскар Темнокожий комик Его О том Что он будет вести Эту церемонию Объявили Где-то Дни Десять назад Может быть Две недели Максимум И Внезапно Вот Выяснилось Ну вот В каком мире Мы живем Что В свое время Какое-то Нное количество Чуть ли не лет назад Он В своих Социальных Там сетях Допускал Как там Заявили Гомофобные Шутки Ну я понимаю Что просто Может быть Он использовал Там какие-то Слова Которые сейчас Считаются Ну комик Он в принципе Вот шутил Может быть На эти темы Шутил Ну как Остроумно Неостроумно Ну это сочли Гомофобии И его Его кандидатура Отпала Сама Собой Он даже Просто снял Он понял Что его Заклюют Да Что его Заклюют И сейчас Вообще Я понимаю Что в киноакадемии Находится В некоторой Растерянности Потому что Ну как Уже осталось Там по-моему Ну два Два с половиной Месяца До проведения Самой церемонии И ведущий Жи должен Придумать Шутки Ну то есть Там Это достаточно Большое Это невозможно Подготовить Это не Ну даже Свадьбу Чтобы провести Простите Должны Я просто не совсем понимаю Ну вот он Допускал шутки И что Вот считается Что теперь Вот он недостойный Из-за этого Они же его выдвинули Сами Они тогда еще не знали Ну как Я не понимаю Там этой логики Но вот Скандал разразился Кто-то Когда объявили Его кандидатуру Добрые люди Вот я понимаю Что просмотрев Его историю Там может быть Записи в фейсбуке Или где-нибудь там В твиттере Сказали А вы знаете Что вот он Шутил На тему Нетрадиционной Ориентации Вот таким Таким образом И все И на человеке Уже клеймо То есть дальше Уже Даже бесполезно Рыпаться Ну с другой стороны Вот я даже Не удивлюсь Если эта церемония Пройдет Не знаю Там Чуть ли не без ведущего Потому что Честно говоря Ведущий Вряд ли Может спасти Ситуацию Еще кстати Объявил Национальный Совет Кинокритиков США Своих Фаворитов Ну не фаворитов Они уже Вручили награды И лучший фильм Это «Зеленая книга» Лучший режиссер Брэдли Купер Лучший актер Вига Мортенсен Который сыграл В «Зеленой книге» Актриса Вот Леди Гага Звезда Родилась И вот за лучший Оригинальный сценарий Пол Шреддер Дневник пастыря Ну заметьте Как скучно Это все Потому что Вот эти Мне кажется Люди Из Откуда это вы сказали? Это Национальный Совет Кинокритиков Ну вот Национальный Совет Ну причем Не только Это список А вообще То есть Ну вот Если так Подумать Не назвали Между рядами Это прекрасная Немецкая картина Вышедшая в этом году Ни ту же Холодную войну Не назвали Потом есть Прекрасный фильм Тебя никогда Здесь не было Это Лин Рэмси Который у нас Выходил В прокате Да Хоакин Феникс Великолепный Великолепный триллер Причем Хоакин Феникс Ты же еще в одной ленте Снялся Братья Систерс Кстати у нас С пятницы Выходит Вестерн Там играет еще Джейк Джилленхол И еще кто-то Я зовут Господи Рейли Да Ну короче Комедийный актер Вот С пятницы Я еще не смотрел Но обязательно пойду Вестерн Редкость В наши дни Кстати Недруги Прекрасный фильм С Кристианом Бэйлом Тоже у нас Выходил в прокат Там еще Розамонт Пайк Играет Тоже Вполне Достойный Кандидат На десятку Лучших фильмов Не волнуйтесь Он никуда не уйдет Он далеко не уйдет Это тоже С Хоакином Фениксом Где он играл Парализованного Американского Карикатуриста Ну большого Ну большого Там выпивуху И гуляку То есть В принципе Да Фильмов очень много Хороших И к сожалению Вот далеко не все Попадают Слушайте Есть Остров собак Великолепная Кукольная анимация Уэса Андерсона Которая вообще-то Ну вот По-моему Нигде не фигурировала В этих вот Списках К сожалению Вот вопрос К людям Которые составляют Эти списки Потому что Ну если они смотрели Всего 10 фильмов Вот они 10 фильмов И пишут Золотой глобус Единственное Вот отметил Ну как лучшую анимацию По-моему Ну это очень достойная картина И она и политическая Она сама по себе Очень сказочная Это приключенческая история О поиске своего друга Мальчик отправляется В собачье гетто В поисках своего пса Великолепная картина Еще мы забываем Почему-то Не анимация А аннигиляцию Фильм Алекса Гарланда Которую забраковали В свое время Она вышла на Нетфликсе Это великолепная Фантастика Ну это сама по себе История такая Метафоричная Потому что Главная героиня Натали Портман Отправляется в зону И это становится Таким приключением С одной стороны Об искуплении вины Потому что там История любви Натали Портман Она играет Эколога Ее муж Солдат Она ему когда-то Изменила И вот она Отправляется в эту зону Чтобы пройти его путь И вот Аннигилироваться Или Возродиться Как феникс из пепла А с другой стороны Это фильм О Скажем Смертельной Болезни О фатализме Таком Когда человек Тоже отправляется В какой-то путь Отправляется В какую-то Одиссею Чтобы Переродиться И Найти себя То есть Вот Прекрасный Уникальный фильм По своей истории По своей интонации Настроению И его как-то Обходят стороной Очень странно Это Кстати Вот эта тема Все-таки То что Нетфликс Амазон И другие Вот такие Платформы Для Распространения Киноконтента Они становятся Сейчас Очень крупными Игроками На рынке И сами Снимают фильмы Просто Огромные деньги Вкладываются В производство И в принципе Они я думаю Скоро станут Большими Ну Конкурентами Большим Голливудским Киностудиам Потому что Мне кажется Что киностудии Они все Ну они не то Чтобы теряют нюх Они становятся Все более и более Консервативными Трусливыми Они очень боятся Рисковать Ну мне кажется Что все-таки Ну вот Ну снимали же Фильмы Там не знаю В 70-е 80-е 90-е годы Ну то есть Вот последние годы Они все становятся Ну Ну штамповка Короче Одна штамповка То есть это такое ощущение Что решение Вот о выпуске Картины Принимается Огромным количеством Человек Каждый боится Взять на себя Ответственность За что-то такое Экспериментальное Причем еще Забавный момент Вспомните В прошлом году В Каннах Показывали фильм Окча Тоже фильм Нетфликса После чего Каннах Запретили Фильмы Нетфликса Только из-за того Что там Дата выхода Значит у одних Раньше У других Позже И кстати Тоже Пол Дана Там играет Роль И странно Тоже Уникальный фильм Про девочку Которая Отправляется Спасать свинку Кстати Тоже Параллели С Островом собак И тоже Забраковали Хотя Вот в списках Там лучших фильмов Он был И заслуженно И кстати Еще один фильм Догман Я в прошлый раз О нем говорил Все еще в прокате Итальянская картина Драма Триллер В Сплэнт Палласе Да 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 В Сплэнт Палласе Еще идет До конца года Обязательно успеете Посмотреть Очень важный фильм Ну что же Наверное На этом нам Нужно будет завершать Сегодняшнюю программу Артур Завгородний Олег Пек Сегодня были в студии Спасибо большое Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok